Рекламных 5 секунд. Переходи по ссылке ниже на статью «Любим одних, а живем с другими». В скором времени начнутся съемки фильма, которые будут проходить на Международной космической станции «Роскосмос». Московский комсомолец выяснил, как проходит отбор актрис на космический полет. Из тысячи желающих было выбрано 20 кандидаток, которые смогли лучше всех прочитать письмо Татьяны. Что касается медицинского отбора, женщины должны были знать, что они абсолютно здоровы. Далее с ними работали врачи Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. До данный момент неизвестно, сколько кандидаток осталось. Некоторые ушли по своему желанию, узнав, через что им придется пройти. Большинство же не прошло отбор из-за проблем со зрением и лор-органами. Так стало известно, что одна из кандидаток, актриса Светлана Хоченкова, должна лечь под нож хирурга. Ей потребуется удалить либо гланды, либо одиноиды. Также особое внимание уделяется зубам. Кроме Хоченковой, для руководителей кинокартины интересны такие актрисы, как Светлана Иванова, Ольга Кузьмина, менее известная Мария Валешная. Кандидатки также должны пройти через центрифугу, испытания невесомостью и заточение в замкнутом пространстве на несколько суток. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин добавил, что женщин ждет испытания на реакцию в нештатной ситуации, когда надо немедленно принимать какое-то действие, а не просто впадать в ступор. Не все одобряют идею снимать непрофессионалов в космосе. Однако Рогозин не считает это пиар-проектом телевизионного канала. Начальник ЦПК Павел Власов сообщил журналу «Русский космос», что отправка космического корабля с режиссером, актрисой и космонавтом планируется на 20 сентября 2021 года. Напоминаем? Прочитай статью «Любим одних, а живем с другими» по ссылке ниже. Продолжение следует...